МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадуя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухо этим выпуском. Проходные балы, конкурсы, вакантные месяцы. Уступная кампания УВНУ наближается до финалу. Знов у школу наши корреспонденты доведались, кольки будет каштовать подрыхтовка детяте. Полное месячное затмение и великое супредстояние Марса. Редкие астрономичные зъявы можно будет одночасово назирать 27 лепеня. Вягучие городы. Больше, как 500 гомельчан, вышли на старт доброчинного забегу у допомогу детям. А зараз обгеты меньшим больше подробязна. На державную службу треба притягивать самых лепших и вопытных керавников. На радио Президента сегодня обмерковывали развитие института держслужбы. В первую очередь, великие потребования не до таких специалистов. Бо минавито от профессионализма залежит реализация ключевых масштабных проектов, яке працуют на экономику краины. На думку Александра Лукашенко, люди державные повинны не просто володать высокими моральными якостями. Для их важно иметь широкий круг огляд, бачить стратегичные задачи и оценивать наступство своих решений. Так само принциповое потребование не намеку на коррупцию у державном аппарате. Речь не идет сегодня о раздаче каких-то премиальных или подарков. Речь не об этом. Речь должна идти о том, какие требования, в каких нормативно-правовых актах должны предъявляться государственному служащему. Я только что сказал, если это будет как у военных соответствующий устав, хорошо, пусть будет устав. Но люди и общество должно видеть, что президент этим самым предъявляет жесточайшее требование к государственным служащим. В опошние годы у Беларуси идем масштабная оптимизация держаппарату. Колькость держслужащих уже скоротилась на четверть и сегодня складая ледь больше за 30 тысяч. Протягиваем выпуск. Корректировку инвестиционной программы на 2018 год и удокладнение городского бюджета все не разглядели у дельники сессии городского совета депутатов. Замес стране плануемых амальше трех миллионов рублев зараз плануется освоить 5 миллионов 200 тысяч. Звыш половых этой суммы накируется на развитие сферы жилево-коммунальной господарки. О приватности на финансовании объекта обудовництва и реконструкции в улично-дорожной сетке. Частка сродка уразличена на замену тепловых сеток. А кроме того, депутаты унесли изменения в проект городского бюджета. Его объем по доходах удокладнился у померы амаль 12 миллионов 340 тысяч рублев. Предлагается внести корректировку с плановое назначение по отдельным доходным источникам городского бюджета с изменением годовых показателей в сторону увеличения дохода от отчуждения организаций в процессе ход деятельности имущества, находящейся в городской коммунальной собственности на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. Уменьшение налога на прибыль на 850 тысяч 918 рублей 9 копеек и налога на недвижимость организации на 742 тысячи рублей. Больше 500 тысяч квадратных метров жилья за опошние 4 годы увяло у эксплуатацию у Гомели управление капитального будовництва. Продприемство завтра означает 45 годы с дня заснования. Что и аше, кроме жилья узводить гомельские будовники, ведает Татьяна Болхова. Управление капитального будовництва города Гомеля лидер по объеме вводу жилья областным центры. А кроме этого в активе предприемства больницы и поликлиники, школы и детячие сады, административные будинки, площадки и мосты. Многие знаковые для города объекты областная больница, цирк, гостиница Гомель, ресторан Беларусь узведены про удели управления капитального будовництва. Все, что есть в знаковом Гомеле, это построено заказчиком города Гомеля. И тот же лодочник, который на культуре из города Гомеля, и цирк из города Гомеля. И хочу сказать, что есть еще задумки, вот я их скоро знаю, у нас недавно поставили задачу, что мы будем устанавливать еще один памятник в городе Гомеле. Пускай это будет немножко интригой, но памятник будем ставить. Кали казать про дальнейшие планы по уводе у Гомеля жиле, треба отзначить одну из самых перспективных пляцовок микрорайон по улице Фядюнинска. Новобудовли зараз так само растут у микрорайонах номер 18, 94 и 104. Новое житё отрымая и популярный у Гомельчан 59 микрорайон. У худким часе предприемство плануя почать освоение микрорайонов номер 59А и 59Б. Протягнется и ущельнение городской забудовли. Если говорить сегодня о микрорайонах, то сегодня в городе Гомель активно разрабатывается ПДП, это план детального планирования. Как правило, эти микрорайоны все на сносе, то есть снос. Сегодня разрабатывается микрорайон юбилейный, который у нас находится за стадионом Динамо. Дальше есть у нас ПДП Ильича, который разрабатывается. Но опять же, процентов 80 это ПДП, который у нас на сносе. Конечно, эта задача очень тяжелая, нелегкая работать с людьми, потому что это вызывает у многих негодование. Кто-то прожил там десятилетиями, и сегодня приходится им как-то менять свое жительство. За 45 годов деятельности управление зарекомендовало себе на рынку нерухомостей, як надейный забудовщик. Улику ягу партнеров проектные институты, а ведучий подрядчик, за яким было побудовано коля 70% жилья, Гомельский будовничий комбинат. А лишь, як означает Владимир Сеноженский, досягнутый поспех выник працы кожного сопрацовника предприемства. Татьяна Болгова, Яугин Макеенко, телерадио и компания Гомель. Правсоюзы кажут правовую допомогу молодым специалистам. С 1 по 31 днём каждый авторок у Гомельским областным объединением профсоюзов будет працовать гаражая линия. На питании об правах и гарантах для молодых специалистов откажет главный правовый инспектор працы Катярына Филипцова. Звернуться до ЕЄ можно с 14 до 17 годин. Номер телефона у Гомеля 32 90 85. ЕЄ дизайнеры, логисты, экономисты электронного бизнесу. Уступная кампания у Гомельской области наближается до финалу. У приемных комиссиях больше нема наплыва абитуриентов и уже можно подводить основные выники. Наш корреспондент Марина Джалая паготарила с представниками усих ВНУ Гомеля. Усе подробязности у наступном сюжете. Первым пунктом у нашем долгом маршруте стал Беларусский Гандлево экономический университет с поживецкой кооперацией. И тут, до речи, у приемной комиссии было больше за все абитуриентов. В этом году юнаки девчаты особенно активно выбирали специальность экономика электронного бизнеса. В Беларуси таких специалистов рыхтуют усяго три ВНУ. Интерес абитуриентов он настолько различен, что его не предугадаешь. Так, в прошлом году свободные места были на товароведение, а на сегодняшний день у нас конкурс на эту специальность, конкурс у нас также на маркетинг, логистику и вот товароведение и торговое предпринимательство. В Няково проходит уступная кампания и у суседя у нас супрать. У Гомельским державным университете имя Павло Сухого. Тут тройку лидеров по узроню проходного балла зная специальность информационной системы и технологий угольнявой индустрии. На другом месте специальность информационной системы и технологии в проектовании и витворчастье. Замикаек триа информатика и технологии и витворчастя. Особенностью нынешней вступительной кампании является то, что абитуриентов пользовали популярность такие不能 специалисти энергетического факультета, как электроэнергетические системы и сети, проходной балл в этом году 251, ну и конкурс 1,5 человека на место. Вакантных бюджетных мест у нас не осталось, поэтому дополнительный набор мы объявлять не будем. Продолжаем прием на платные места, в частности на такие специальности популярные, как разработка эксплуатации нефтяных и газовых месторождений и экономика управления на предприятии. Белорусский державный университет транспорту мая республиканское значение. Тому не дивно, что селита коля 40% тех, кто поступает не только из инших белорусских областей, а и суседних регионов Российской Федерации. Самым высоким проходный балл был на мытную справу, наименьший на специальность неразбирающих контроль и техничная диагностика на чугуночном транспорте. Конкурс на дневную бюджетную форму получения высшего образования в 2018 году сложился на уровне 1,3 человека на место, а по отдельным специальностям свыше трех человек на место. Наиболее востребованными специальностями традиционно являются железнодорожные специальности, а также такие специальности, как транспортная логистика, бухгаловский учет анализа аудит, таможенное дело, управление движением и информационными технологиями на железнодорожном транспорте. Не менее интересны для абитуриентов специальности строительного профиля, такие как архитектура, строительство автомобильных дорог и аэродромов, а также промышленное и гражданское строительство. Об активности абитуриентов говорите у Гомельским державном университете Мяфранциска Скарыны. Конкурс на бюджетную форму склав у середням 2 человеки на место. Максимальный был на правознавство – 10 человек на место. Общие баллы абитуриентов повысились, и на некоторые специальности, у нас таких 5 уже в этом году, где минимальный проходной балл свыше 300 баллов. Это специальность иностранный язык, это специальность экономического профиля. Та же самая правоведение установило рекорд – 341 балл. Ну и, конечно, специальности IT-профиля пользуются особым спросом. Там на программное обеспечение информационных технологий – 321, полупроходной балл. В общем-то, конкурс очень серьезный. Больше подробностей сюжета в выниках уступной кампании 2018 у вышейшей научной установки Гомельской области глядите в программе «Новины ты дня» в неделю на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Марина Джалая, Валерия Гапанько, телерадио «Кампания Гомель». До начала нового научного года застается крыло больше, чем месяц. А это значит, что пора отправляться за покупками. У Гомельской области распочали работу школьные кермаши и кутки школьника у объектах Гандлю. Наш корреспондент Ганна Коральчук высветляла, у якую сумму обойдется собрать в учня до школы. У областным центры штадионные гандлевые роды с товарами для школы разгорнулись на скрыжеванне в улице Катунина и Селянской у районе Центрального рынка. Час працы с 9 до 16 годин. Выходный день понеделок. Тут пропонуют як импортные товары, так и продукцию айчинной вытворчасти. По подликах Головного управления Гандлю послу Гомельского облвыканкама, кошт оптимального набора письмовых и канцелярских прилад складает от 25 до 60 рублей. И саправды, мы набили усе необходимые товары для учня средней школы за 40 рублей. Прадавцы кажут, что это золотая средина. Кошт залежит от качества продукции. Наступный пункт у списка покупок – это рюкзак. При выборе варите звертать увагу на жесткую ортопедичную спинку и широкие шлейки. Для молодших школьников рюкзак повинен вважать не больше за 700 граммов. Для старейших – не больше за килограмм. Шлейки регулируются. Ортопедию сейчас не ложную. Не просто прострочка сделана, а набивка идет. Конечно, в этих, где уже больше объем, ортопедия идет более плотная. Оно еще здесь, что хорошо, получается, вентиляция воздуха, спина не потеет. И покрытие, типа, софт-пластик, это ТБС, вот оно такое, не скользящее, гигроскопичное. Все. Остальное регулируется, все только по дизайну. Для будущего семиклассника мы шукали не бюджетный вариант, а пригожий практичный и зручный рюкзак. Выгодную пропонову знайшли за 35 рублей. Однако, как державные гандлевые организации, так и индивидуальные предпринимательники часто пропонуют скидки. Самая дорогая покупка для батьков – это школьная форма. На кермаши пропонуют костюмы китайской, турецкой и российской вытворчасти. Во универмахах у основным белорусская продукция. По коштах навод у одним гандлевом объекте разбежка значная. Так, комплект с пинжака, штанов, двух кашуль и червяков обойшелся нам у 220 рублев, что близко до максимального коста, який приводит Головное управление гандлево-паслух. От 85 до 254 рублев за комплект делового стылю. До этого додаем спортивные костюмы кеды – 40 и 20 рублево-отповедно. У нас широкий выбор изделий, производство белорусских фабрик. Это гарантированное качество, это отличные ткани и очень большое количество новых разнообразных моделей. Но есть у нас, конечно, и импортируемые изделия, производство Российской Федерации, Украины, даже есть Турция. Так что на любой вкус и кошелек одевайтесь, отправляйте в школу. Я думаю, что вы найдете у нас все необходимое. Коли скластия, гольный кост комплекта, задение, обучение для школы и спорта, ранницы, констовары для хлопчика среднего школьного взросла, мы отримываем сумму в 355 рублев. При этом мы выбирали тое, что подобалось самому школьнику и ориентовались на добрую якость. Выходные варианты можно так само пошукать в интернет-крамах або на кермашах выходного дня, которые начнут работу с 4-го жюня и будут проходить каждую субботу и неделю на площади повстания в Гомеле. Анна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадоакомпания «Гомель». Вельми редкие астрономичные з'явы чекают в ближайший час жихару нашей планеты. 27 лепеня можно будет одночасово убажить полное месячное затмение и великое супредстояние Марса. Затмение можно будет назирать без специальных приборов. Месяц трапить у тень Земли больше чем на полторы годины ближе до полночи. Такая з'ява отбывается разу 100 годов. Параду и аматра астрономии – и великое супредстояние Марса. Так называется максимальное сближение двух небесных объектов, коли на одной промой оказываются их центры. У гэты момент Марс наближается максимально близко до Земли, на одлеглость у 56 миллионов километров. Планета убуде добра бачна на протягу некольких тыднев. Наступное великое супредстояние отбудется только у 2035 годе. По ближайшие тыдни на небосхиле так само можно будет разглядеть Меркурий, Венеру, Сатурн и Юпитер. У нас все-таки есть возможности. У нас, я сейчас поясню, немножко больше, чем у рядовых любителей астрономии. Я имею в виду обсерваторию Юрия Михайловича Клескачевского, члена корреспондента Национальной академии наук, моего давнего и хорошего друга. Мы планируем провести наблюдение, ну а потом еще и поделиться результатами увиденного. Больше за тысячу километров добра пробегли жихары Гомельской в области. З нашего региона стартовала доброчинная акция «Бягучая городы». До 29 лепеня жихары в области могут допомогти выхованцам областного детячого центра реабилитации «Верасок». Причем для этого необходимо просто бегать. Выники своих кардиотренировок необходимо зафиксовать при допомоге фитнес-додатков для смартфонов, а затем опубликовать у социальных сетках с хэштэгами «Велком бегом Гомель». После того, как акция пройдет по всех областях, километры подсумуют. От их колькостей будет залежить сумма, которую отримают установы-бенефициары. 2 сентября будут подведены итоги всей акции, все километры будут подсчитаны по всем областям. Мы объявим результаты в Минске. Мы пригласим представителей всех социальных учреждений, которыми мы собираемся перечислить эти деньги, и объявим результат. Никто не останется без денег, в обязательном порядке благотворительность коснется каждого. Эти средства мы приведем в медицинское оборудование, которое необходимо так называемым нашим солнечным детям, потому что у них реабилитация достаточно длинная, при режиме занимает, и без этого оборудования очень сложно работать. Наперед, одни символичный доброчинный забег в рамках акции отбился по территории Палацево-Парковых ансамбля, дистанция, которую пропоновали организаторы – километр. У День памяти иконы Божьей Мати Трояручица духовенство города Гомеля и Гомельского района провело боскую литургию в церкве святителя Миколая Цудотворца у вёсты Старая Белица. У храме собрались семясовые жихары, пробыли паломники. Узначали в службу архиепископ Гомельский Жлобинский Степан. Докладная дата у заведения свято-миколаевского храма увёзца Старая Белица, невядомая, як и тоя, хто з'явився инициатором яху побудовы. Вядома только, что в 18-м ста годе храм уже исновал. У документах первое узгадывание датуется 1710 годом. С того часу и вядица прикладный адлик життя храма. Сама побудова представляет собой приклад так званых драуляных церквей без цвяков. Подобных на территории Беларуси заховалося вельми мало. В 18-м годе храмы реконструявали, а в 1893-м полностью перебудовали и заховали до наших дён беззначных змен. 1917 год описал журботную сторонку у летопис свято-миколаевской церквы. Старожитный храм был целком разработан простонниками новой улады, и местовым же храм удалось заховать значную частку образов, які только в 80-е годы 20-го ста годе вернули у церкву. Среди них и судотворные иконы святителя Миколая, судотворцы и Божьей Матти Трая Ручицы. Сгодно с паданием, эти образы знаходились у храме с дня его побудовы. В этой церкви традиционно люди собираются рядом с образом иконы Божьей Матти Трая Ручицы и святителя Николая. Долгие годы эти образы хранятся в этом храме и являются такой духовной святыней и центром духовной жизни местных жителей. Церковь еще известна тем, что во время своего визита в уездный город Белец сюда приезжала Екатерина II. Церковь выстояла в годы лихолетия 17-го года, 44-го года. Немало в храме отбывалось отсюда и вылечения, и это не дивно, потому что тут молилось несколько поколений людей. Про икону Божьей Матти Трая Ручицы ходят легенды. До приклада рассказывают, как подчас немецкой оккупации дети Старой Белецы и ближайших везли в концлагер. Многие загинули на чужине, и только дети звездки Старая Белеца все вернулись до дому. Суд прописывает заступництву Найсвятейшей Богородицы. В наши дни образ Божьей Матти Трая Ручица периодично проявляет мироструменни. Ее величие в ее древности, самого храма и самого прихода. На храме присутствует ряд икон, которые носят в себе историческую ценность, духовную ценность. Одна из них – икона Трая Ручицы, икона святителя Николая, храмовая икона. Икона Трая Ручицы, у нее особая история, то есть ее спасение во время гонений Второй мировой войны и впоследствии она была возвращена, и многие теперь приезжают и молятся рядом с этой иконой. На жаль, не часто у свято-миколаевский храм приезжают паломники, а летые, кто отчу свят из этого места, вертаются сюда снова. Евгения Кухарона, Кихар Марышченко, телерадио «Компания Гомель». ГТ, а так сама и иншая новина, вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.цвергомел.бивай. Далее у эфиры «Де-факто» и «Спортивные огляды». Я с вами разведываюсь, усяго доброго и до новых встреч в эфире. Вы смотрите «Де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В рейтинге контрабандных перевозок с территории Гомельской области в Российскую Федерацию одно из первых мест занимает вывоз черного металла. Предприимчивые жители приграничных регионов с выгодой используют ценовую политику обоих государств. Случаи задержания незаконного груза регистрируются еженедельно. Вот только накануне житель Солигорска пытался вывезти в Россию 13 тонн лома черного металла. Машину остановили оперативники ОБЭП Новобелецкого РОВД Гомеля. В закрытом брезентом кузове они обнаружили груз весом 13 тонн. Сопроводительных документов на него не оказалось. Со слов перевозчика, он самостоятельно собирал металл и планировал сдать его в одном из приемных пунктов заготовки вторсырья в России. Ранее мужчина в поле зрения милиции по фактам незаконной перевозки тяжелого груза не попадал. На груз, а также автомобиль стоимостью 9 тысяч рублей наложен арест. В отношении нарушителя начат административный процесс по статье «Незаконная предпринимательская деятельность». Сотрудники милиции совместно с иными правоохранительными ведомствами на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия на территории Гомельской области по фактам выявлений незаконной перевозки металла. На сегодняшний день зарегистрировано 92 факта. Из незаконного оборота изъято 450 тонн тяжелого груза на общую сумму 120 тысяч рублей. Наибольший интерес для незаконных перевозчиков, конечно же, представляет районы, наиболее приближенные к границе с Российской Федерацией. Потому что металл туда пытаются перевезти и там уже продать на пунктах заготовления сырья. Сотрудники таможни тем временем задержали контрабанду цветного металла. Во время осмотра легкового автомобиля при въезде из Украины в Республику Беларусь был обнаружен пакет с монетами. Незаконно ввозимый груз нашли в нише под водительским сидением. 38-летний водитель объяснил, что это подарок от друга из Одессы и каким-либо образом декларировать его он не собирался. Монеты изъяли и отправили на экспертизу. Вне зависимости от ценности груза, нарушителя ждет административное наказание. Необычное обращение о помощи поступило накануне в Гомельское городское подразделение МЧС. По адресу Кожера-1 спасателей ждал мужчина в инвалидной коляске. У него было пробито и спущено колесо. С надеждой на спасение он позвонил в МЧС. Мужчина-инвалид первой группы по опорно-двигательному аппарату 1963 года рождения. Спасатели оперативно отремонтировали колесо. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомеле проходит традиционный международный турнир по хоккею памяти Алексея Костюченко. К сожалению, команды из нашего региона стартовали с поражений. Открыл соревнование поединок между Металлургом-2 и Жлобиной с московским Спартаком. Хоккеисты из столицы России довольно легко одержали победу. Но на шесть шайб в свои ворота столевары смогли ответить лишь одним метким броском. 6-1 в пользу Спартака. После на арену Гомельского ледового дворца вышли Гомель-2 и столичный юниор. И снова у команды из нашего региона не получилось забросить больше, чем одну шайбу в ворота соперника. А вот пропустили Рыси пять раз. Международный турнир памяти Алексея Костюченко проводится в Гомеле в седьмой раз. За эти годы для многих команд эти соревнования стали важным этапом подготовки к новому сезону. Сегодня это турнир памяти человека, который стоял у истоков хоккея в городе Гомеле. И человека, который очень многое сделал, чтобы хоккей в Гомеле появился. Он занимался непосредственно и участвовал в разработке, и помогал в строительстве этого ледовой арены замечательной, хоккейной базы, создании команды хоккейного клуба Гомель. Он всячески его поддерживал на протяжении многих лет. Победитель турнира памяти Алексея Костюченко станет известен 27 июля. Игроки гомельской команды ВРЗ Дмитрий Гончаров и Дмитрий Куди покинули клуб. О дальнейшей игровой судьбе Куди пока ничего не известно. А вот Гончаров следующий сезон проведет в рядах чемпиона страны Лид Сельмаша. Напомню, что именно цвета дружины из Лиды мини-футболист защищал до перехода в стан вагоностроителей два года назад. В составе ВРЗ Дмитрий Гончаров провел 79 матчей и отметился 23 голами. Дважды он становился серебряным призером чемпионата Беларуси. Кстати, чуть более недели осталось до возвращения мини-футбола на спортивные площадки Гомеля. Действующий обладатель Кубка Украины и серебряный призер экстралиги «Энергия» из Львова проведет в областном центре три спарринга. 4 и 7 августа гости встретятся с ВРЗ. Матчи начнутся в 15 и 12 часов соответственно. Также львовяне померяются силами с еще одной гомельской командой «БЧ». Поединок львовской команды железнодорожников состоится 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 13.00. На 9 августа запланировано еще одно противостояние. ВРЗ проведет очередной контрольный поединок. На этот раз с представителем российской суперлиги командой новой генерации «Сыктывкара». Игра стартует в 16.00. Все вышеперечисленные матчи состоятся на паркете гомельского спорткомплекса «Локомотив». На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова